15 февраля в Угличе, согласно постановлению главы Углического муниципального района, были введены в действие новые тарифы на три вида жилищно-коммунальных услуг – отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и стоки. Разумеется, данный факт никому не внушает оптимизма, и все же нынешнее повышение тарифов по сравнению с прошлогодним шоком можно назвать минимальным, поскольку в целом в отопительный сезон оно составит примерно 9%. У нас увеличивается всего на 8 копеек стоимость квадратного метра занимаемой площади, которую мы занимаем в своих квартирах, на 8 копеек. То есть, если раньше мы платили 12 рублей 86 копеек с квадратного метра, то с 15 февраля мы будем проплачивать 12 рублей 94 копейки. Горячая вода у нас увеличивается опять же с человека на 3 рубля 78 копеек. На 3 рубля с человека. Но если вот семья стандартная 3 человека, то это около 12 рублей на семью. И самое большое повышение происходит у нас по холодной воде и стокам. Вот здесь у нас на 26 рублей 47 копеек увеличение идет. С чем это связано? В первую очередь, это связано с тем, что у нас увеличивается норматив водопотребления. Потому что в холодной воде, вот когда мы говорим стоимость холодной воды, ведь сюда входит и объем горячей воды. В тариф на горячее водоснабжение только идет стоимость подогрева. Вся вода идет как раз в строчке, которая так и называется холодная вода и стоки. Здесь же сидит и стоимость холодной воды для приготовления горячей. Любовь Александровна, вот сейчас изменились нормативы потребления воды. Вот как они рассчитывались и в связи с чем? Да, вот в прошлом году у нас, в общем-то, много лет были нормативы. По горячей воде 120 литров, а по холодной 180 литров. 300 литров на человек. В 2005 году, ну, у нас, скажем, область побудилась снизить в связи с тем, что закон о ветеранах, инвалидах, все остальные законы, то, что субсидируется, субъемцы идут с области и с федерации, они предоставляются, скажем, на норматив 105 и 145. И, в общем-то, снизив этот норматив и проведя анализ этого года, мы, в принципе, поняли, что мы не только водоканал ставим, в общем-то, под банкротство. Счетчики, установленные сначала в котельных, а затем в некоторых жилых домах в разных районах города, помогли выяснить, сколько же угличане потребляют воды в действительности. Во всех тех домах, где мы установили, снимаем показания счетчиков на общий дом. На дом, не на квартиру. Про квартиру я не говорю. Квартиры, когда мы в каждой квартире поставим счетчики, мы, наверное, будем экономить. А на дом, да, мы выясняем, что нигде, естественно, 105 на человека не берется. 130-135, поэтому мы сегодня вернулись к тем нормативам, которые у нас были до 2005 года. То есть опять 120 литров горячей воды и 180 литров холодной воды. Но цену мы взяли, ну, увеличение по цене стало минимальное. Было два варианта пойти. Тариф оставить старый, но увеличить стоимость намного больше. Ну, посчитали разумнее, в принципе, повысить, приблизить норматив к тому, что есть на самом деле. В конце концов, если мы берем больше воды, значит, за нее надо проплачивать. Следует отметить, что повышение тарифов на отопление, горячее водоснабжение, холодную воду и стоки происходит независимо от желания местной власти. Все наши поставщики тепловой энергии, все котельные, тест, часовой завод, энергетик, они все каждый год проходят и защищают стоимость своей, стоимость гикокалории в региональной энергетической комиссии. И вот после того, как они все прошли эту экспертизу, приказом департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов по Ярославской области, выдается этот документ, на основании которого, по стоимости которого утверждена для всех котельных, делается средневзвешенная стоимость тепла на 2006 год по угличу, к примеру, то, что получилось у нас. И в связи с этим увеличением, естественно, когда происходит инфляция, администрация вынуждена как-то повышать. Откуда появляется тариф для населения? Это стоимость услуги, практически она уже полностью регулируема, регулирующая органа, умноженная на норматив потребления. В этом случае или норматив потребления надо снижать, или цену на услугу надо снижать. Норматив потребления никак не снизишь, сколько тепла надо на квадратный метр, столько и надо, сколько света надо, сколько и надо. Пока не прекратится стоимость, рост стоимости, естественно, коммунополий, разумеется, будет продолжаться рост и цены услуги на жилищно-коммунальное хозяйство непосредственно для населения. Руководители департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Ярославской области отвечали на вопросы, касающиеся тарифов и их формирования, на встречи с районными журналистами, организованные в начале этого года по инициативе первого заместителя губернатора Александра Федорова. У нас есть экономические затраты, которые прошли определенные виды согласований, включая аудит, экономический аудит специализированных, лицензированных организаций, затраты на производство услуги. Это они, как правило, и всегда гораздо выше, чем тот тариф, суммарный тариф, который установлен муниципальными образованиями. И когда мы говорим 100%, она никогда население у нас не оплачивает 100%, по причине, что тарифы в любом случае ниже, и бюджет берется защищать себя. То есть, фактически, когда мы говорим о стопроцентном уровне оплаты населения, мы говорим, что население должно полностью дисциплинированно оплачивать те тарифы, которые установлены муниципальными округами. Муниципальные округа должны привести эти тарифы именно к среднему показателю стандарта, который устанавливает судьи. При формировании бюджета на 2006 год мы опять не подошли к этому показателю, о котором сейчас мы говорим. От экономических обоснованных затрат мы заложили по оплате населения стандарты для них в кучетном отношении 92%. 8% мафии повесили на куче непосредственно региона. Исходя из этой установки, область определила стандарты оплаты населением услуг ЖКХ на 1 квадратный метр общей площади жилья на 2006 год, в том числе для Углича 33 рубля 40 копеек, в результате чего уровень квартплаты поднялся бы у нас на 27%. Однако администрация Углического муниципального района не согласилась с этими цифрами, и его главой Элеонорой Шереметьевой было принято решение установить предельный уровень оплаты населением 1 квадратного метра общей площади жилья на уровне 29 рублей 50 копеек. Повышение произошло, опять же, по отоплению, по минимуму. Если в том году мы проплачивали 84% от полной стоимости по отоплению, что стоило для города, то в этом году, в связи с тем, что увеличим всего на 8 копеек, оплата населением будет, процент, то, что будет оплачивать население, всего 66,5% от полной стоимости того, что будет на самом деле обходиться городу. То есть вот эта разница между тарифом, который будет оплачивать население, и полной стоимостью, для того, чтобы ее покрыть, нужно 45 миллионов рублей. Сегодня в области предусмотрено для Угличского района всего 25. То есть 20 миллионов глава и замглавы, сейчас работа всех будет направлена, для того, чтобы дополнительно изыскать в области вот эти 20 миллионов, недостающих, чтобы покрыть эту разницу. Так что я считаю, что повышение, которое грядет нам с 15-го числа, которые приняли на себя администрация, это 9%, это достаточно низкий показатель, с учетом того, что инфляция уже была в том году 11%, и то, что рискнули сегодня, даже в этом году идем на поэтапное повышение тарифов. Тарифы на содержание и ремонт жилого фонда будут повышены только с апреля, и в настоящее время они проходят независимую экспертизу. Наверное, не более чем процентов на 4 к общей стоимости полезной квадратного метра. Естественно, увеличения не будет. Администрация на это не пойдет, потому что уже в том году мы считаем, что наше население в том году, в общем-то, действительно было очень резкое повышение, когда были исполнены все постановления субъекта федерации, и в федерации, когда было, в общем-то, волевым порядком приказано поднять тариф на 27-20, когда вынуждены были на это пойти, конечно, был удар сильный. Сегодня администрация идет повышение всего, еще раз повторяю, на 9%. У нас будет стоимость квадратного метра, после того, как повысится строчка еще по содержанию и ремонту, не выше 29-55, это 9% где-то. Если перевести это в более конкретные цифры, то, например, квартплата для семьи из трех человек за стандартную двухкомнатную квартиру повысится с 1796,61 руб. до 1918,95 руб. в отопительный сезон. Кстати, по данным службы заказчика, 95% угличан оплачивают услуги ЖКХ вовремя. Однако небольшая часть хронических неплательщиков, за которыми числится долг в сумме 12 млн. рублей, создают значительные проблемы в сфере нашего жизнеобеспечения. Мы сегодня не платим, скажем, долги обслуживающим организациям, им тоже нужно делать ремонт, им надо покупать те же самые трубы, чтобы проводить замену, те же самые батареи, а мы платим газ, 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 электроэнергия. Мы тем самым в тупик-то загоняем те же самые обслуживающие организации, к которым, скажем, они и предъявляют сегодня претензии. Неплатежи определенной части населения могут стать причиной и еще более глобальных проблем. Тем более, что зима закончилась пока только по календарю. На сегодня, когда мы живем в зиме, видите, какая зима, достаточно холодная уже, сколько лет ее не было. У нас встает вопрос по оплате за газ. Встает очень, в общем-то, болезненный вопрос, когда монополисты такие яркие, как Яр-регион газ, энергетики, которые требуют предоплаты. Если город не сделает район предоплату, мы нам могут, скажем так, немножко прикрутить кран по давлению. А это своего рода может вызвать ЧП, когда может грозить остановам котельных. Так вот, хотелось бы сказать, когда получает население счет квитанции, не говорила о том, что у меня сегодня холодно, я столько-то градусов недополучаю. Все перерасчеты, чтобы они знали, все перерасчеты, согласно списков, которые потом предоставляются обслуживающими организациям службы заказчика, мы делаем после прошедшего периода. Потому что мы не можем знать, как сработать та или иная котельная, какая будет погода. Поэтому мы начисляем, к примеру, вот сегодня в феврале, а в марте, после того, как пройдет месяц, нам подадут данные, в марте мы пересчитываем, чтобы они не ждали, когда им пересчитают, потому что, ну, а потом будет сумма еще больше. И в конечном итоге, ну, конечно, можно расти в долге, а итог-то будет, конечно, это один. Потому что закон сегодня и завтра уже будет позволять выселять, выселять людей, даже без предоставления жилья. Так-то хотелось бы еще раз обратиться к нашим угличанам. Пожалуйста, не растите в долге. Потому что вот даже если есть долги, мы можем идем на то, что субсидии дадут. Если мы сделаем график погашения долгов, подпишем службу заказчика, подпишет должник, идут в субсидию оформлять, им дадут субсидию, чтобы им легче можно было текущие платежи платить и платить долги. Необходимо отметить, что субсидия сегодня стала доступна для более широкого круга населения. Ею могут воспользоваться семьи, в доходах которых расходы на оплату услуг ЖКХ составляют 14%. Так что, наверное, для многих угличан не лишним будет проанализировать свой семейный бюджет и обратиться в Управление труда и социальной защиты населения за субсидией. Субтитры создавал DimaTorzok